1 ноября 2017 года жители дома по улице Парусной 8 создали общество совладельцев многоквартирных домов. Это здание было построено в 1982 году. В нем расположено 96 квартир. Сначала была создана инициативная группа, потом была разъяснительная работа с жильцами нашего дома. Мы узнали все потребности, как жильцы реагируют на новшества, как бы они хотели видеть наш дом, что бы они хотели сделать для нашего дома. Собрали собрание общее и после этого было принято решение на общем собрании единогласно всеми жильцами о том, что мы создаем ОСМД. Для полноценного и эффективного функционирования ОСМД необходим штат постоянных работников. У нас есть члены правления 4 человека, у нас есть ревизионная комиссия 3 человека, также у нас есть бухгалтер, председатель ОСМД, электрики, сантехника. У нас принципиально в нашем объединении совладельцев многоквартирного дома, у нас все ревизионная комиссия, председатель, члены правления, бухгалтер, все, кто отвечает за этот дом, они все жильцы нашего дома. Обязательно без ревизионной комиссии, но невозможно работы ОСМД. Мы привлекли специалистов, это электрики, сантехники, у которых есть специальные допуски до работы и которые могут выполнять эти работы. В первую очередь руководство ОСМД определило ряд безотлагательных работ. За два месяца был произведен необходимый ремонт, решен вопрос с теплоизоляцией. Мы заменили во всем подъезде энергосберегающие лампочки, заменили на 7 ватт лампочки. Затем мы утеплили наш дом для того, чтобы экономить на тепле. Это была проведена работа утепления труб, заклеили окна, гемортизировали входные двери в наш дом. Таким образом наши жильцы увидели, что платежки на тепло стали приходить немножечко меньше. У нас правление, у каждого распределены свои обязанности. В мои обязанности входит наблюдение теплоэнергии, которая в нашем доме. Каждый месяц приходит человек, мы снимаем показания, расписываемся, идем там в теплосейд, тоже снимаем, расписываемся, сверяемся. Вот, в связи с этим у нас немножко снизилась эта нагрузка на наш дом. В нашем доме необходимо заменить трубы в подвале. У нас очень много работы есть, с которой мы сейчас собираемся аккумулировать эти деньги. За счет этого мы должны все это делать. У нас не только крыша, у нас еще есть, помимо этого, много работ, которые нужно сделать. Вот мы только два месяца работаем, уже видно наша работа. У нас на крыше лазили дети. Петр Макарович на крыше все это зашил, повесили хорошие замки. Там уже порядок начинает чувствоваться, хозяин в доме. Взял на себя как бы обязанность за водоснабжение, теплоснабжение, крышу, так как я мужчина, и это как бы вопросы больше связаны технически и помогать всем жильцам. Хочу помочь сделать дом красивым, технически исправным, и чтобы нашим жильцам жилось как бы комфортно, было приятно. И самое главное, что наши жильцы этого хотят. На крыше привели порядок, все, закрыли лифтовую комнату, потому что часто почему-то к нам гости заявляются, негаданные, нежданные, которые в лифтовые кабины хотят залезть. Вот это мы ограничили, почистили крышу, убрали все неисправности, где надо, подклеили, заделали. Сейчас крыша не течет, подвал сухой. Жильцы уже успели оценить положительные изменения в своем доме, но впереди предстоит еще много работы. Самым большим минусом в нашем доме это наша электропроводка, электрощитовые. То, что было 35 лет когда-то сделано, ничего не менялось, к сожалению. И очень часто эти щитовые происходят возгорания и замыкания. И у нас, так как все на электричестве, нам очень тяжело, и это самый большой такой минус и требует больших затрат для того, чтобы все это реставрировать и поменять. Мы в прошлом году пытались поучаствовать в общегородской программе, которая выделяла деньги на ремонт домов. Но из-за того, что у нас отсутствовал резервный фонд, не был сформирован, мы только перешли от ЖЭКа, и у нас не было резервного фонда. В ЖЭКе не предусмотрено формирование резервного фонда, поэтому мы не смогли поучаствовать в общегородской программе. Там действует так. Если у вас на счету, допустим, 10 тысяч гривен, то город вам помогает и выделяет такую же сумму, которая на счету или 30, или 60, в зависимости, как вы сформировали резервный фонд. Мы с этого года также формируем резервный фонд для того, чтобы у нас были деньги на какой-то ремонт, для того, чтобы не собирать жильцов. И, конечно же, попытаться в этом году поучаствовать в городской программе для того, чтобы перебрать эти счетовые, заменить. У нас есть уже дефектный акт, наш электрик его составил, посмотрел, что нам необходимо. И, конечно, эти работы требуют незамедлительного вмешательства, так как дом полностью, все на электричестве у нас. Для того, чтобы создать резервный фонд, есть несколько способов. То есть это можно отдельно сделать статью, то есть добавить к квартплате 0,25, кто-то делает квадратный метр, у кого-то больше, меньше не бывает. И он накапливается, год накапливается, может несколько лет накапливаться. Мы сделали немножко по-другому. Мы этот резервный фонд формируем за счет того, что у нас оплачивают жильцы квартплату. То есть он ходит в квартплату. Также жители дома нашли полезный и экологический способ пополнения бюджета ОСМД. Мы сделали большой шаг вперед тем, что начали экономить на вывозе мусора. Каким образом? Мы организовали у нас в доме раздельный сбор мусора. Мы отдельно собираем батарейки, отдельно собираем лампочки, отдельно собираем стекло, бумагу и пластик. У нас на каждом этаже есть коробочки подписанные, куда люди выносят вот этот вот мусор, бытовой мусор, бытовые отходы, которые дома они пользуются каждодневно. Мы заключили договор с Черноморским вторсырьем Богомоловой Надеждой Геннадьевной. И мы этот мусор им передаем, а они передают на насчет деньги, которые идут потом на нужды нашего дома за этот мусор. У нас есть люди, которые отвечают за это. Раз в неделю они в специальные мешки перекладывают мусор с коробочек на каждом этаже, спускают в наше техническое помещение. И по мере наполнения мы вызываем машину, машина приезжает к нам вместе с весами, все это взвешивается, все у нас в тетрадке записывается. У нас дальноидущие планы, нам очень хочется сделать еще чище нашу планету и, конечно же, повысить уровень жизни наших жильцов тем, что мы хотим на нашей крыше установить энерговырабатывающие солнечные батареи. Дело в том, что наш дом тут все на электричестве, у нас электроплиты и все, нагрузка очень большая. И оплата за электроэнергию, конечно, тоже большая, потому что готовить каждый день на плите и в духовке, электрочайник, это очень много, большое потребление. И вот эти энергосберегающие солнечные батареи помогут нам снизить оплату за эти услуги и, конечно же, сделать намного чище нашу планету. Вот мы к этому стремимся, мы будем участвовать в городских программах, просить помощи, также мы приглашали специалистов международных компаний, которые выдают гранты, они проконсультировали нас, что нам необходимо сделать для того, чтобы поучаствовать в такой программе. Мы очень на это надеемся, наши жильцы все загорелись, очень хотят и думаю, что у нас получится. Создание общества совладельцев многоквартирных домов – один из вариантов содержания и эксплуатации жилого дома и придомовой территории. Результативность работы ОСМД в первую очередь зависит от жильцов, чья инициатива и активность являются основополагающим фактором в вопросе поддержания надлежащего состояния дома.